Карачай Медовые водопады Шашлык это символ гостеприимства на Кавказе Поэтому мы хотим показать вам, как готовится шашлык Именно из карачайской курдючной барашки Расскажите, какое отличие у данной барашки от обычной белой, привычной к этому населению? Ну вообще, курдючная порода, она изначально была выращена как мясная порода Если, допустим, мироносно она выращивалась последние сто лет для производства шерсти А вообще, порядка трех тысяч лет, вот этот шашлык, он в каждом, по крайней мере, на Кавказе у всех народов он был Ну единственная особенность у нас в том, что она из черной барашки Это овца, которая выращена в горах, на альпийской зоне И вот это само разнотравление альпийской зоны, она передается, конечно, на вкусовые качества мяса То есть то, где она растет, влияет на ее вкусовые качества И надо отметить, что у карачайской барашки нет холестерина То есть это мясо не содержит холестерина? Да, ну может быть есть, но он минимум Да, минимальное содержание И то, что вот, допустим, черный цвет, она притягивает солнечную энергию Она, когда вместо даже спотом, поделяет солевые отложения какие-то И мясо получается нежное Особенно, когда мы берем, вот, она должна быть до года И когда мы выбираем или вот заказываем мясо, она должна быть 15 до 20 килограмм 18 килограмм она идеальная То есть это молодой барашек до года? Да, и желательная черная, она должна быть женского пола Понятно, то есть это не баран должен быть, а именно барашка Да, именно, да Итак, для шашлыка, и как его еще, карачайцы называют, тишлик Нужно мясо, нарезанное баранины, черной карачайской барашки Я вижу, что у нас здесь лук для маринада нам понадобится И расскажите, пожалуйста, здесь специи, они все вместе Я так понимаю, что окончательно секрет вы раскрывать не хотите Секретный ингредиент какой-то, ну, вот основная часть Ну, основной здесь вот видно, что там красный перец идет, черный перец, там соль идет Потом калиандр И это немного укропа, там такая делается смесь, сухая смесь, потом ее посыпается И когда она еще и молодая, поэтому вот все это дает великолепный вкус То есть не нужно ни уксуса, ни каких-то других добавок Лук и специи, это главный секрет сочного шашлыка Ну, да, есть категория людей, которые любят уксус Но это уже потом, когда готовы, мы ее отдаем в отдельной посуде, там уксус Они добавляют по своему вкусу Так, давайте приступим, наверное, к маринаду Начнем со специй, да? Да Их добавлять нужно, я так понимаю, по вкусу, да? Да, по вкусу, но в процессе работы, как бы, да, мы примерно уже знаем, сколько добавлять Ее есть свои тонкости, у каждого шашлычника В данном случае мы берем и добавляем по вкусу, там Ее потом мы мешаем Добавляем, наверное, лук Да, лук тоже берем И вот это все мешается, там, основательно Но она должна еще немножко, там, порядка часа, полтора побыть-то вот в маринованном виде Чтобы она как бы пропиталась Ну, мы раскроем секрет, что у нас уже мясо замаринованное заранее Поэтому нам ждать час не нужно А для вас, дорогие зрители, мы напоминаем, что после маринования нужно, чтобы мясо постояло минимум час А лучше несколько часов, чтобы оно хорошо замариновалось Да, и, кстати, когда вот тушку забивается, там, да, ну, обца, там, ее надо желательно за сутки Она должна немножко высушиться, она должна повисеть И на второй день и утром уже она идеальное мясо будет Не сразу зарезанное мясо, а вот чтобы день оно отлежалось и уже после этого Ну, и теперь давайте, наверное, уже приступим непосредственно к нанизанию Да, вот есть шампур, там, они стандартные шампуры бывают, которые, исходя из того, что там, какие мангали, там, ширина мангала, там Вот в данном случае это порядка 40 сантиметров Берется мясо и мы нанизываем мясо на этот, на шампур Так, ну, я тоже немножко побуду сегодня шашлычником вместе с вами Тем более готовим блюдо родной моей национальности Да Ну, и надо отметить, что шашлык, и вправду, он есть у всех кавказских народов У каждого есть свои секреты Ну, вот подскажите, пожалуйста, вот в приготовлении карачаевского шашлыка есть какой-то секрет? Нет, секрет тут только в основном в мясе Ну, у нас иногда есть такие любители, которые на тузлуке даже Вот когда в полевых условиях, там, или выезжают на пикник Когда молодая барашка идет, да, там, полгода, допустим Вот берется чисто там на Иране, на тузлуке, ну, это кисломолочный сок То есть все по-разному маринуют Кто-то добавляет вот кисломолочные продукты в виде айрана И на них уже... Да, хороший айран, он является тоже как бы... Она царбирует там какие-то ненужные вещи И она получается очень сочная и вкусная Ну, вообще, основное это все-таки мясо То есть самый главный секрет, это, естественно, в барашке, что это карачаевская барашка курдючная И другой секрет, который таит каждый шашлычник, это маринад Да, конечно Ну, мясо мы с вами нанизали, я думаю, что можно... Ну, пойдем сейчас... Да, перейти к мангалу Там огонь готов Мы с Абик Мурзевич, ну, мы с вами уже приступили к обжариванию шашлыка Ну, расскажите, пожалуйста, вот угли, они у нас уже заранее были подготовлены Что это за дерево? Какое дерево желательнее использовать для приготовления шашлыка? У нас в основном идет как бы бук идет Ну, вообще твердые породы А еще лучше, конечно, вот когда фруктовые там Ну, фруктовых, конечно, недостаточно там То есть твердые, твердые сорта дерева Да, нам в случае вот бук Он как бы идеальный, она из твердых пород дает хороший жар Долго держит жар, да? Да, я вот здесь даже когда трудно, что он в диаметре Ну, скажите, пожалуйста, вот мясо данное, которое мы подготовили Сколько минут примерно нам нужно жарить на мангалу? Она идет обычно 15-20 минут То есть 15-20 минут достаточно для того, чтобы обжарить Да, ее постоянно там... Главное, чтобы здесь шел такой жар, чтобы огня не было Это чисто на жару там Огонь не допускается там Ну, пока наше мясо обжаривается Я хочу задавать вам немного такие вопросы Личного характера, скажем Вот вы генеральный директор туристического комплекса Расскажите, пожалуйста, как давно вы в сфере туризма И почему именно эту сферу вы выбрали? Ну, вообще-то вот на следующий год будет 30 лет Как бы я там взял это место, там выкупил Но первые 10 лет мы вообще не занимались этим У меня было несколько магазинов, был трикотаж Ну, потом начали заниматься только туризмом Ну, я любил путешествия, может, поэтому так То есть изначально это была любовь к путешествиям Да, и потом это переросло в большой бизнес Ну, Сабик Мурзевич, ну, расскажите, пожалуйста Вот с какими трудностями вам приходилось И приходится сталкиваться именно вот непосредственно В туристическом бизнесе Насколько сложно вести этот бизнес в России В Карачао-Черкесии в частности? Ну, Карачао-Черкесии так же идет, как и по России Там я вот часто бываю на туристических выставках Бизнес, например, одинаковый Что у нас, что там в этом Ну, сейчас единственное, немножко перешло в интернет Как бы, да, там реклама, там в Инстаграме Там порядки миллиарда людей бывает Суки заходят, там в Фейсбуке Поэтому мы тоже сейчас заказали новый сайт Перешли там в интернет То есть туриндустрия, в принципе, как и любой бизнес современный Требует подхода инновационного, скажем так То есть вы вынуждены шагать в ногу со временем Делать рекламу в интернете Создавать свои страницы в социальных сетях Как привлекать туристов таким способом? Да, конечно, там люди, во-первых, те времена прошли Когда люди там просто берут, там едут, там кто-то Одна там подруга или кто-то там друг сказал Сейчас они смотрят, выбирают место Потом смотрят отзывы, там, как туристы там Ну, таких спонтанных движений уже нет, как в 90-х годах Поэтому нужно делать рекламу, нужно привлекать специалистов И именно специалистов, эти технологии Ну, я думаю, что будущее все-таки за интернетом Такие-то буклетки, визитки уходят в прошлое там Хотя они тоже работают Ну, а Карачаево-Черкесия, я всегда считаю, что Я всегда рассказываю Это самый красивый регион В плане туристических возможностей Один из лучших в России То есть на сегодняшний день сделано все для удобства туриста Чтобы туристы приезжали, чтобы туристы видели И знали нашу Карачаево-Черкесию Узнавали ее с лучшей стороны Влюблялись в наши места и возвращались к нам снова Да, есть такое, кроме этого Еще у нас хороший такой телеканал Архаз 24, который я тебе рассказывал Даже у меня знакомые, друзья там Даже смотрят Испанию И вот каждый делает свою работу Вы свое делаете Люди смотрят И все-таки глава республики, дай бог ему здоровья Там очень много делает Вы делаете свою работу И благодаря вот этой информации, которая идет Как бы, да, населению России Там люди приезжают И самое главное, у нас самый спокойный регион Там И те в 90-е годы, когда прошли там Все боялись ехать на Кавказ А в любом случае Люди, туристы интересуются Есть ли личная безопасность Нормальная ли у нас кухня Нормальное ли спороживание Когда сервис, мы тоже стараемся улучшить И благодаря вот таким маленьким нюансам Люди приезжают Возвращаются Сами приезжают Привозят своих друзей С семьями Так что жизнь продолжается И мы так что договоримся Добро пожаловать Это действительно, я считаю Самый красивый регион А наше мясо уже практически готово Да, давай И прежде чем мы подадим его на стол Масаби Акмурзевич, я хочу сказать вам еще раз большое спасибо Вот такой красивый шашлык у нас получился И я хочу вам сделать небольшой презент От нашего проекта Аутентичная кухня народов Карачаева Черкесии Мы любим презенты, любимые Да, здесь книга для записи рецептов И футболка с нашим логотипом Все Ну, то, что идет запах То, что он красиво выглядит Это говорит о том, что у нас Никто здесь среди нас больных нет Чувства есть Так что давайте к столу Да, а камера не передаст просто этот аромат И внешний вид, он, конечно, в реальности совсем другой Поэтому мы приглашаем вас в Карачаево-Черкесию, дорогие зрители Чтобы попробовать настоящий карачайский шашлык Для приготовления четырех порций карачаевского блюда тишлик Вам понадобится Мясо молодой барашки карачаевской породы чуть больше одного килограмма Для маринада Лук репчатый две штуки Специи по вкусу Соль Перец черный Перец красный острый Паприка Кориандр сушеный Укроп сушеный Для подачи Лук репчатый одна штука Уксус 6-9% по вкусу Ну вот и подошел к концу очередной выпуск нашего проекта Сегодня он был посвящен карачаевской кухне А я хочу обратиться к нашим молодым зрительницам Смотрите наш проект, повторяйте наши рецепты Удивляйтесь своих близких аутентичными блюдами народов Карачаева-Черкесии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин